Доброе утро всем! Сегодня 29 декабря Уже до нового года осталось совсем чуть-чуть Мне нужно быстро позавтракать И хочу пойти в магазин, чтобы все-таки купить Лыточку на холодец Когда каждый день она была в продаже Она никому не нужна была А сейчас под новый год я не могу найти Вчера сходила, купила одну штучку Только одну, последнюю забрала Но это ж мало, что одну-то Вот пойду сейчас Подкреплюсь и в магазин Сегодня у меня на завтрак каша овсяная Такая вот Не геркулесовая, а из овса Из цельного овса С цельного зерна Цельнозерновая кашка Ну с клубничкой Яйцо, как обычно, мое любимое пашот И яблочко я запекла И в одну половинку добавила меда Вот такой завтрак Приятного всем аппетита Пойду в магазин Испытаю удачу Я на центральном рынке Бегу мимо И хочу показать Какие у нас вкусные здесь яблочки продают И красивые Семиренка с кислинкой А у вас много металли? Нет Флорина Корей Вы же там напишите, что это в евро Семьдесят пять тысяч килограмм яблок Как он называется правильно? Корей? Корей Корей Я такое не пробовала Надо попробовать Сладкие, да? Да Килограммчик взвешивайте, пожалуйста Айдаретта знакомая Флорина тоже еще не пробовала Тоже говорят, хорошие яблоко вкусные Да, они все вкусные Их столько Здесь такое огромное множество сортов Ой, это еще не все Конечно Еще двенадцать сортов даже не вынул Голден сладко-сочная Чемпион сладкая-сочная Хватит вам ревновая Чихвак Хватит Достаточно, да Делишест Делишест или Делишест? Как правильно? Делишест 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 Ну, неважно, как она называется Но она такая красивая Вы не видели красивые яблоки Которые стоят 150 Вот оно Видите? Ох, какое яблочко Насколько оно интересно Вытянет по весу По весу Грамм четыреста Грамм четыреста, да? Вот так вот Это все краснодарские яблоки Все краснодарские Все местные яблоки Семиренка Тоже очень вкусное яблоко Бесподобные яблочки Дорогие друзья Благодарю вас За обратную связь Благодарю вас За общение со мной У нас сегодня погода Шикарная И я делюсь Этой погодой с вами Тепло Плюс 8 градусов Солнце Птицы поют Такая красота Не передать По-настоящему Весенняя погода Хотя Новый год Уже вот-вот На пороге Вот это чернослив Сушится На солнышке Он до сих пор Еще не опал Но он какой вкусный Вкусный Здесь был Очень огромный урожай Этого чернослива На этом дереве Это дерево Я там с моим домом И соседка Нас угощала Ура Мне круто Повезло Я купила То, что я хотела Для холодца Купила ногу Говяжью Она такая большая До полтора килограмма Я взвешивала Полтора килограмма Ножка говяжья Курицу Медрышки взяла И гулень Свиная Ничего, она такая хорошая Кстати, вот эта вот голень 71 рубль килограмм Вообще классно Я буду варить Кастрюлю у меня большая Десятилитровая Сейчас я это все Замочу в холодной Сначала промою Поскоблю А полю Если что-то там нужно Над газом Волоски какие-то Если есть Замочу в холодной воде Часа на два Буду менять водичку Чтобы кровь вся сошла А потом поставлю Два часа уже прошло Я водичку меняла Сейчас залила все Свежей водой Все в кастрюльке Хорошо поместилось Ну и ставлю на огонь До закипания Вот как хорошо закипело Все Пену я снимаю И бульон я весь Сейчас сливаю Залью чистой водой И буду продолжать Варить холодец Я делаю это для того Чтобы бульон в холодце Был более прозрачным Так, все хорошо Все получается Закипело все повторно Я немножко еще Соберу пенку Она уже светлая такая Беленькая И бульончик прозрачный Нет такой Мутной воды Уже как была Мне так больше нравится Конечно, можно и не сливать Ну Ну, ну, ну Так интереснее, по-моему Это мое мнение, конечно Каждый делает по-своему Так, я сейчас переставлю Вот на эту конфорочку На подставочку Включу на самое слабое И пусть оно 6 часов варится А я займусь другими делами Пока у меня холодец варится Я его не солю А соль добавляю уже В конце приготовления Во время варки холодца Я соль не ложу А солю уже тогда Когда разбираю мясо Когда уже кладу чеснок То есть в конце приготовления Я открыла крышку Вот она так медленно-медленно Томится на медленном огне Чуть-чуть еле заметно кипение И я добавлю сейчас Черный перец горошком Открываю крышку Где-то прошло уже примерно час Как варится холодец И оно вот медленно-медленно-медленно кипит Я добавляю душистый перец горошком Пусть оно варится Положу так В воду В бульон в смысле Потом все равно процеживать Поэтому ничего страшного в этом нету Сейчас снова закрываю И варись Холодец Прошло два часа Мне не терпится посмотреть Что делается в кастрюльке Бульон светлый Аромат такой от перца От этого душистого Это не передать просто вообще Морковка тоже целая Такая хорошая Лук целый Так, сейчас я попробую Мясо Насколько оно сварилось Если же оно Немножко недоварено А то придется положить обратно Я посмотрю сейчас Что будет с мясом Кипение у меня очень медленно И поэтому Я положу кусочек мяса Курицы вернее обратно Пусть еще Оно сварилось Но волокна Немножко как бы чуть-чуть Чувствуется жестковатость Немножко есть Пусть еще попарится Оно медленно нормально будет На медленном кипении Хорошо все разваривается Так что пусть еще варится Прошло 3 часа С момента закипания холодца И я решила уже Курицу все-таки достать Я боюсь, что она переварится Будет как каша Этого не нужно делать Поэтому я достаю Они прям кусочки хорошие Они не переварились И в меру проваренные Это классно Видите какие Мне нравится Очень даже нравится Все хорошо разваривается Морковка целая Лук целый Но медленно парится Все Замечательно Еще 3 часа жду Уже вечер наступил Прошло побольше Даже 6 часов Как у меня варится Холодец Пришло время Его доставать Можно видеть Что бульон прозрачный Прозрачный Без всякой мути Без веси И морковка такая Она прям Ой, какая хорошая Она даже не развалилась Нисколько И это все от того Что Холодец варился На медленном кипении Он медленно томился Так Все Вот она Луточка Так Хороша Все хорошо сварилась Проварилась Все Я сейчас все это достану И пусть остывает Все распарилась Очень хорошо Сейчас это все остынет И буду я заниматься Холодцом дальше А чесночку мне мама уже почистила Молодец Бульон я процедила Пока у меня мяско остывает И вот верхний жир Вот этот весь Я его сниму Потому что он ни к чему Столько жиру Это лишнее Мясо я разбираю вручную Все хорошо остыло Чтоб не дай бог Не попала косточка Перец я тоже весь Черным горошком Душистый Выбрала И выбросила Мясо стараюсь порубить Покрупнее Я режу ножом Все А вот желирующее Вот это вот Где вот желе само А его еще чуть-чуть Вот ножом Сейчас порублю Чтоб оно было помельче Уже И все И буду все складывать В бульон Соединять И доваривать Порезанное мясо Соединяю с бульончиком Добавила соли Перцу черного Лаврушку И все Снова довожу До кипения Потому что я все Перебирала мясо руками И поэтому нужно Довести до кипения Прокипятить Холодец же быстро Не съедается Надолго его Потому что много Объем большой получается Вот поэтому нужно Прокипятить И еще его сразу Чеснок Ложить в горячую Массу не нужно Потому что он как-то вот Ну запах Немножко теряет А вот когда В приостывшее Уже Холодец положить Вот тогда Будет вообще здорово Поэтому можно Либо в кастрюле Остудить немного Либо в тарелочке Разлить Он остынет А потом уже Добавлять чесночок Вот два варианта Кто как делает По-разному Вот Мясо я соединила С бульоном Посолила Поперчила Черным перцем Хорошо поперчила Добавила лавровый лист И все это Сейчас доведу До кипения Потому что Я перебирала Мясо вручную Из-за этого Поэтому нужно Прокипятить Холодца же Много получается И сразу Он не съедается На долгое время Его хватает Что очень В общем-то Приятно На все новогодние Праздники И Значит Чеснок В холодец Я уже кладу В приостывшую Массу В горячей Почему-то Он аромат Теряет свой А вот Когда он Приостынет Вот тогда Классно Либо в кастрюльке Охолодить Можно Либо в тарелочке Разлить Пусть остынет Это уже Кто как делает А я сейчас Вынесу на улицу Пусть приостынет Пока дела Делаю А потом уже Разложу С чесночком Все разолью Перемешаю Все И будет Красота Как же Новый год Без холодца Ну это Вообще Это не новый год Чеснока В холодец Кладу много Люблю Чтоб был Холодец Так холодец Чтоб пахло Хорошо Чесночком Пять крупных Больших Головок Чеснока В очищенном Виде У меня Получилось 130 грамм Чеснока Я его Сначала Подавлю Ножом А потом Уже Рублю Ну тоже Ножом На доске И вот так Вот он Мелко Получается Сейчас я буду Отделка Гипсокартона Закончилась Я довольна Ребята тоже довольны Что мне нравится Вот так Они все Сделали Вот эта Коричневая Дверь Бежевая Это вход В комнату Уже Получается Эта стена Отделяет Санузел От коридора Это соседская Стена К соседям Ну и пол Свет Проведен И на улице Теперь горит И в коридоре Горит И в санузле Горит И все Розетки Работают И дверь Стоит Потом Когда что Оштукатурится Все Здесь Вот наличники Сделаем Прибьет Уже Они куплены Сейчас Только нужно Оштукатурить И уже Потом Все таки Наверное Водостойкой Краской Здесь Делаю Все таки Я за практичность Наверное Так Как приятно Все стало По-другому Места Много Стало Чисто Аккуратно Самое главное Много места Казалось бы Всего-то Какую-то Стеночку Перенесли Передвинули Та же Раковина Но все По-другому В коридоре Места Много Не надо Разделся И пошел А все-таки Санузел Это санузел Тут должно быть Места Побольше И теперь Хорошо Единственное Единственное Не сделали Сегодня Для Шторки Вот эту Железную Дугу Металлическую Но ее Не стали делать Почему? Потому что Нужно Штукатурить Она будет Мешать И чтобы Ее Взад-вперед Не снимать Панели Не портить Все-таки Эта панель Она хрупкая Поэтому Решили Шторку Уже Потом Мы повешаем Пока Попользуемся Вот таким Образом Уже Ничего страшного Нам не Привыкать Главное Что Самая Большая Работа Уже Проведена Теперь Остались Только Мелочи С Силиконом Тоже Не стали Сейчас Швы Все Заделывать То же Самое По той же Причине Что Нужно Сначала Зашпаклевать Потому что Грязь Насыплется На силикон И будет Все это Видно И будет Некрасиво И будет Как бы Вот эти Швы Они черные Будут Все И вот Здесь Тоже Нужно Будет Промазывать Все Это Закрывать Все Силиконом Поэтому Мы Так Договорились Что Как только Штукатурят Ребята Придут Мне Все Доделают Вот На этом Все Я к Новому году Полностью Готова Теперь Можно Идти Поздравлять Всех Друзей И соседей Вот Такая Елочка Замечательная Из Холодца Спокойной Ночи Всем До Завтра Субтитры Субтитры Субтитры